Евгений Куйвышев в преддверии масштабного праздника 295-летия Нижнего Тагила встретился с ветеранами НТМК и поддержал их инициативу добиваться присвоения городу высокого статуса, звания города трудовой доблести и славы. Этот вопрос был поднят на встрече, прошедшей в рамках рабочего визита главы Свердловской области в Нижний Тагил. Обращаясь к ветеранам предприятия, Евгений Куйвышев отметил, что НТМК – это не только промышленный гигант, но и огромная кузница кадров. Слава главы региона подтвердил управляющий директор Евраз НТМК Алексей Кушнарев. Он отметил, что на предприятии в настоящее время трудятся 13,5 тысяч рабочих, а еще 13 тысяч человек – это подшефные ветераны металлургического производства. Валерий Овчинников, металлург, полвека проработавший на НТМК, обратился к Евгению Куйвышеву и Сергею Носову со словами поддержки того курса, которым идут сегодня Свердловская область и Нижний Тагил. Он рассказал о том, как второй по величине город региона преобразился за последние годы и отметил, что ветеранская общественность и впредь будет поддерживать все позитивные начинания региональных и местных властей. Мы пробиваем уже 20 тысячи года проблему присвоения города, создания город трудовой добрости и славы. Я думаю, да не только я, город этого заслуживает. Евгений Куйвышев согласился, что город, безусловно, заслужил такую оценку. Глава региона отметил, что он вместе с Сергеем Носовым будет поддерживать эту инициативу и ходатайствовать о присвоении Нижнему Тагилу такого статуса. Глава Свердловской области в этот день также встретился с коллективом «Уралвагонзавода» и обсудил с работниками крупнейшего в регионе предприятия основные направления дальнейшего развития Нижнего Тагила. Качество жизни людей в нашем индустриальном регионе, рост заработной платы, развитие социальной сферы – все это возможно при условии крепкой промышленности, высокой производительности труда, успешном развитии и модернизации таких мощных предприятий, как «Уралвагонзавод». Поэтому мы всегда поддерживали и будем поддерживать предприятие, продвигать его продукцию на новые рынки и, конечно же, лоббировать интересы «Уралвагонзавода» на всех уровнях. Генеральный директор НПК «Уралвагонзавод» Александр Потапов отметил, что руководство Свердловской области создает все условия для надежной работы предприятия – наращивания выпуска гражданской продукции. Глава города Сергей Носов подчеркнул, что важнейшие проекты развития Нижнего Тагила нашли отражение в губернаторской программе «Пятилетка развития» – главном стратегическом документе Свердловской области на ближайшие пять лет. Это и проекты дорожного строительства, и инициативы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и многое другое. После завершения этих встреч Евгений Куйвашев отправился в недавно отреставрированный Нижнетагильский театр драмы, чтобы на торжественном собрании поздравить жителей города с 295-летия. Глава региона вручил почетные грамоты и благодарственные письма выдающимся тагильчанам, а также рассказал о решении президента Владимира Путина провести на высоком уровне 300-летний юбилей Нижнего Тагила. Кроме того, Евгений Куйвашев выполнил еще одну важную миссию – вручил знак отличия за заслуги перед Свердловской областью второй степени главе Нижнего Тагила Сергею Носову. Поздравить тагильчан приехала и председатель законодательного собрания региона Людмила Бабушкина. Нижний Тагил уже накануне общегородского праздника начал получать подарки от гостей. Так, управляющий горнозаводским округом Евгений Каюмов вручил Сергею Носову подарок для всех тагильчан. Это приз, который команда глав городов округа выиграла в июле в традиционном губернаторском волейбольном турнире строительства хоккейного корта с долей областного бюджета в 4 миллиона рублей. Евгений Каюмов подчеркнул, все мэры единогласно проголосовали за то, чтобы приз достался Нижнему Тагилу. Также на торжественном собрании было объявлено присвоение звания почетного жителя города Нижний Тагил. В этом году им стал Владислав Тетюхин, меценат, идеолог и создатель Центра восстановительной медицины в Нижнем Тагиле. Пример Нижнего Тагила показывает руководству других муниципалитетов региона то, как в самых сложных условиях можно сохранить и приумножить промышленный и человеческий потенциал. Властям Артемовского городского округа стоит внимательнее присмотреться к этому опыту, иллюстрирующему, насколько важно объединение всех здоровых сил муниципалитета, бизнеса, общественности, местных чиновников и областных властей. Показывает, что необходимо не таясь открыто говорить об имеющихся проблемах, обращаться за помощью в их решении к региональным властям. Продолжение следует...